Дональд Трамп и Ким Чен Ын собираются подписать исторический документ о динуклеаризации корейского полуострова. Церемония проходит после уникальных в своём роде переговоров. Американский президент и северокорейский лидер впервые встретились лицом к лицу. «Мы подписываем очень важный документ. Достаточно всеобъемлющий документ. Мы установили хорошие отношения. Сегодня у нас историческая встреча. Мы решили забыть о прошлом. Мы подписываем исторический документ. Мир увидит изменения. Я хочу выразить благодарность президенту Трампу за то, что эта встреча состоялась». Подробностей соглашения пока нет. Однако Дональд Трамп сказал, что процесс ядерного разоружения должен начаться очень быстро. Он также отметил, что люди будут «поражены» результатами встречи и что мир избавится от большой угрозы. На вопрос о том, пригласит ли Дональд Трамп Ким Чен Ын в Белый дом, американский президент ответил «конечно». Хотя прорыв в переговорах есть, эксперты говорят, что дипломатический процесс только начался. При этом, если всё пройдёт успешно, то ситуация с безопасностью в Северо-Восточной Азии изменится кардинально. Саммит состоялся на курортном сингапурском острове Синтоса. На его организацию, включая обеспечение безопасности, потратили около 20 миллионов долларов. Тем временем на границе между Южной и Северной Кореей сохраняется спокойствие. Туристы, приезжающие в приграничные районы с южной стороны, выражают надежду на мир. «Думаю, сейчас все южнокорейцы хотят одного. Надеюсь, что мы будем жить в мире с северокорейцами после полной денуклеаризации». «Надеюсь, что два лидера сделают шаг вперёд в нужном направлении. И что мы сможем ездить в Северную Корею и обратно. Что будут дипломатические отношения». Обе Кореи более полувека технически находятся в состоянии войны. Боевые действия 1950-1953 годов завершились договором о временном прекращении огня.